Не хотим войны. Просто иногда иначе никак. Иначе не достучаться. Злодействием должно быть наказано. Пришло время хирургического вмешательства. Это уничтожение нацизма. Это давно было пора сделать. Бейте их, ребята, не останавливайтесь, нужно идти до конца. Такие призывы звучат в Рунете к российской армии, которая уже 11 день воюет против Украины. Пользователи соцсетей объединяются, чтобы поддержать путинскую агрессию и убийство мирного населения. В ТикТоке, к примеру, запустили тренд «Своих не бросаем» о дружбе России и Донбасса. Блогеры записывают идентичные ролики под песню «Лего», изображая диалог жителей Донбасса и украинских властей. И еще под одним хэштегом «Давай за мир» блогеры словно под копирку пересказывают один и тот же текст. Россию обвиняют в нападении и военной агрессии, несмотря на то, что на Донбассе уже 8 лет не прекращается кровопролитие. Гибнут мирные жители, дети, но, к сожалению, в мировом сообществе это стало нормой. Камон, а что происходит в мире? Россию обвиняют в нападении и политической агрессии. То есть все резко решили забыть, что происходит на Донбассе уже 8 лет. Гибнут мирные жители, дети. Но, видимо, для мирового сообщества это стало нормой. В комментариях отдельные юзеры обвинили тиктокеров в продажности и даже запустили свой ответ участникам флэшмоба под ту же самую музыку. По всей России, как утверждают федеральные каналы, проводятся и акции в поддержку армии страны-агрессора. Участники приходят на митинги, раздают георгиевские ленточки, устраивают автопробеги. Я прям радуюсь за то, что освобождаются Донецк, Луганск. Это правильно. Ситуация вполне нормальная для России. Не первый раз и не последний порядок наводим. В Благовещенске, например, акцию провели поздно вечером, чтобы можно было выстроить автомобили при помощи света фар в светящуюся букву «З». Как относитесь к людям, которые сейчас говорят, что им там стыдно, что они русские, вот это вот все? Ну, если им стыдно быть русскими, то они могут вполне уехать с этой страны. Патриотическим акциям, которые путинская партия «Единая Россия» проводит по всей стране, активно привлекают и студентов российских вузов. Операция на Украине – это шаг к нашему общему будущему. Если бы он не был сделан, возможно, нашего будущего и не наступило бы. Когда-нибудь мы бы оказались в убежищах, как жители Донбасса. Этого нельзя допустить и нельзя ждать точки невозврата. Спасибо, Россия, за силу, за храбрость, за надежду. Мы поддерживаем президента нашей страны, Владимира Путина, провести специальную военную операцию, направленную исключительно на ликвидацию агрессивного националистического режима, который создает угрозу как жителям Украины, так и России. Операция нацелена на избавление наших стран от военных угроз, которые НАТО последовательно наращивало и создавало у наших границ. Она не направлена против мирного братского населения, братской Украины. На Украине у многих из нас есть друзья и родственники. Мы – единый славянский народ. Но нас разобщают, не дают нам общаться, обмениваться взглядами и воспитывают по ту сторону радикально настроенных против России молодых людей. Мы учимся. И мы хотим, чтобы наши цели исполнились. Нам нужен мир. И мы хотим, чтобы этот мир был общий. Именно сейчас его строит наш президент и наша страна. Согласно последнему опросу про Кремлевского Всероссийского центра изучения общественного мнения, 84% опрошенных респондентов из России поддерживает свою армию. Агрессию против Украины одобряет 71% опрошенных. При этом 70% россиян оценивают так называемую военную операцию Кремля как успешную. Ходят ли русские? Ходят ли русские? Ходят ли русские?